МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Ксерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Когда достроят школу 11 и Центр культурного развития. Проблемные объекты посетил депутат Госдумы. Антон Ульянов побывал на форуме городов в Севастополе. Какое значение поездка председателя Думы будет иметь для СОРОВа? Первым делом самолеты, авиамоделисты станций юных техников, серебряные призеры, первенство России. Далее расскажем по всем подробно. СОРОВ посетил депутат Государственной Думы Евгений Лебедев. Он осмотрел, как продвигается строительство городских объектов и обсудил с представителями СОРОВских властей проблемы в этой сфере. Речь шла о Центре культурного развития и школе на Зорге. Школа на улице Зорге – объект, к которому приковано пристальное внимание и региональных, и федеральных властей. Сдать ее должны были год назад, потом сроки постоянно сдвигали. В июне этого года мы рассказывали о том, что работы на объекте полностью встали. Готовы школы на 85%. Проблемную стройку посетил депутат Госдумы Евгений Лебедев во время визитов в СОРОВ 20 июля. И нестабильная экономическая ситуация, и, ну, честно говоря, и влияние 44-го федерального закона сыграло, наверное, свою роль, потому что подрядчики, которые выиграют тендеры, они не всегда готовы, ну, скажем, по опыту, по возможностям выполнить какие-то большие объемы работ. Ну и вот, к сожалению, это случилось. Ну, не только объективности ради СОРОВ, это проблема всей страны. Схожие ситуации с Центром культурного развития. Подрядчик там тот же ТСК. Этот объект готов на 50%. Как считает Евгений Лебедев, решить вопрос со строительством и Центр и школы поможет смена подрядчика. Такая возможность есть у губернатора региона. Чтобы это достраивал единый поставщик, то есть без конкурса, которого, значит, берет администрация под свою ответственность. И понятно, что потребуются дополнительные средства. К сожалению, я тоже принесу такие сдержки. Но надо и школу, и культурный центр достраивать. Также Евгений Лебедев отметил нехватку детских садов, особенно в новой части города. Ранее построить их обещала Росгвардия, когда им выделили землю под строительство домов недалеко от третьего КПП. Садики не построены, но земля есть в проектах смертной документации. Если мы договорились, что я буду обращаться в Росгвардию и пытаться найти с ними эти точки соприкосновения, где бы они свои обязательства выполнили. Или город предлагает, Росгвардии не хватает, тоже сегодня жилья, они готовы построить несколько домов. Город готов выделить землю для строительства этих домов. Но здесь уже надо будет аккуратно поступить, наверное, как в том известном фильме. Также Евгений Лебедев затронул и тему со строительством ФОКа, пока программа приостановлена. Это не значит, что она не будет работать совсем, но сегодня физкультурно-оздоровительные комплексы в области не строят. Это вопрос на перспективу, и, как отметил депутат, при малейшей возможности к нему вернуться. Председатель городской дома Сарова Антон Ольянов принял участие в шестом форуме городов. Он прошел в Севастополе в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2022». Работа форума была направлена на поиск решений, которые обеспечат технологический суверенитет и стратегическое лидерство России. Главы и руководители органов местного самоуправления, представители правительства Иерусатома и 180 городов высокого научного потенциала собрались на шестом форуме городов. Он прошел в Севастополе в рамках «Архипелага-2022». Участие в нем принял и председатель Думы Сарова Антон Ольянов. Главная цель – это технологический суверенитет нашей страны, который, собственно говоря, такие города, как наш, и обеспечивают. И говорили о том, чтобы сохранить этот суверенитет, обеспечить его необходимо, чтобы города эти развивались опережающими темпами, чтобы сюда стремились молодые специалисты, чтобы они здесь работали, закреплялись. Участники форума обсудили сервисный инфраструктурный подход к развитию российских городов, которые разработала Агентство стратегических инициатив. Его главная особенность в том, что он человекоориентированный. Представители МСУ должны понять, кто их целевая аудитория, кто обеспечивает решение той самой задачи по обеспечению обороноспособности страны. Также необходимо решить, какой набор услуг или сервисов. Необходим для жителей каждого конкретного города. Наша задача не просто, чтобы молодые специалисты закрепились, но и удержать их. Не только интересной задачей, которую он решает в институте, хорошей зарплатой, без сомнения это все есть, но и комфортной городской средой, чтобы здесь его дети получали качественное образование. Это один из сервисов, который мы считаем критически важным. Чтобы вся семья этого специалиста получала возможность качественно лечиться. Кроме того, внимания нужно уделять и различным видам досуговой деятельности. Как считает Антон Ульянов, если обеспечить минимальный набор этих сервисов, то город станет более привлекательным и позволит специалистам, не только молодым, оставаться здесь, развиваться, работать и растить детей. Вопрос о том, что вот эта инфраструктурно-сервисная модель будет внедряться, он практически решен. Если это случится, наша задача попасть в первые 15 пилотных городов, в которых эта модель будет реализовываться. То есть мы хотим, чтобы в Сарове реализовывался наиболее современный, разработанный подход, направленный на развитие города. И эту задачу удалось решить. В тот же вечер, когда Антон Ульянов дал нам интервью, глава города Алексей Сафонов написал на своей странице ВКонтакте, что Саров вошел в число пилотных городов для внедрения сервисно-инфраструктурного подхода. В пилотных городах проведут комплексный анализ существующих проблем и разработают проекты для удовлетворения потребностей жителей. Также сформируют нормативно-правовые акты, которые будут определять механизмы и источники финансирования этих проектов. Кроме Саровов, в список пилотных городов попали Цуолковский, Обнинск, Заречный, Озерск, Снежинск, Десногорск, Железногорск, Зеленогорск, Курчатов, Сосновый Бор, Дубна, Королев, Полярная Зорья, Глазов, Димитровград, Кольцов и Валдей. Неплательщикам за свет придется установить себе системы учета. Должников по счетам за электроэнергию обяжут за свой счет устанавливать умные электросчетчики с функцией дистанционного отключения электроснабжения. Такой аппарат, по оценкам аналитиков, стоит до 40 тысяч рублей за штуку. Мера коснется только самых злостных должников. В этом году долги потребителей за электроэнергию превысили 315 миллиардов рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 августа проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. По информации известий, у работающих пенсионеров, получающих дополнительные баллы за страховые отчисления, пенсия увеличится на 314 рублей. Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы прибавят страховую пенсию. Повышение пенсии коснется 7 миллионов 300 тысяч российских граждан. Прибавки не стоит ждать тем, кто получает социальную и государственную пенсию, потому что у них фиксированные выплаты. Кроме того, до 1 октября пенсионерам, бывшим сотрудникам ОВД, сделают прибавку на 19,5%. Также пенсии ветеранов Великодечной войны станут на 15,5% больше. Денежные пособия для военных в отставке вырастут на 4%. Индексирование пенсии произойдет автоматически, беззаявительно. До конца лета в городе снесут деревянные сараи, которые представляют пожарную угрозу. Они расположены на улице Арзамасской, дом 2, улице Фрунзе, 12. Если кто-то из граждан по-прежнему хранит в этих помещениях свое имущество, его рекомендуют убрать как можно быстрее. Более подробную информацию можно получить по телефону 977-79. Художественная галерея приглашает на мульт в кино. Каждый будний день до 12 августа в 11 часов там будут показывать 145 выпуск «Летние классные твои». Это самые новые серии любимых мультфильмов продолжительностью 45 минут. Без возрастных ограничений. Билеты в кассе. Телефон 702-94. В связи с распространением новых вариантов коронавируса, людям из уязвимых категорий стоит носить маски в общественных местах. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Аналогичная рекомендация действует в отношении использования антисептиков. Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 каждые полгода, добавили в ведомстве. Ранее в России выявили первых заболевших новым подвидом омикрон-штамма коронавируса «Кентавр». Этот вариант отличается значительными мутациями в генетическом коде шиповидного белка. Это делает его более заразным и устойчивым к антителам против COVID-19. Все пациенты обратились в поликлиники Москвы. Болезнь у них протекает в легкой форме. Госпитализированных нет. Впервые новый подвид омикрона выявили в Индии, после чего его обнаружили в Великобритании, США, Канаде, Германии и других государствах. Уникальное издание. В библиотеке Маяковского открылась новая книжно-иллюстративная выставка «Палитра планеты», которая расскажет читателям о художественной литературе разных стран, национальных традициях и особенностях. Ганзали Гретель, Замарашко, Бременские музыканты, Румпель Штильсхен. Завораживающие, а порой пугающие истории про этих героев поведали миру в начале XIX века братья Яков и Вильгельм Гримм. В сборниках сказок 1893 года под редакцией Петра Полевого украшает книжно-иллюстративную выставку библиотеки Маяковского «Палитра планеты». Сказки и легенды знаменитых братьев в этом переводе в точности повторяют оригинал. Также для гостей выставки приготовили много редких экземпляров художественной литературы. Из художественной литературы можно выделить издание «Волшебные сказки Шарля Перро» 1867 года. В издании этой книги слились в едино три ипостаси. Это знаменитый русский издатель Маврикий Осипович Вольф, великий переводчик Иван Сергеевич Тургенев и знаменитый французский рисовальщик Гюстав Дере. Читатели смогут познакомиться и с серией научно-популярных изданий «Всемирная география», которая была впервые выпущена в свет книгоиздательским товариществом просвещения. На русском языке серия вышла в 1903-1909 годах. В нее вошли такие исследования, как Африка Фредриха Гана, Северная Америка, Австралия, Океания и полярные страны и многие другие. Особый интерес вызывает издание «История внешней культуры Фредриха Готенрота», который состоит из 20 выпусков, объединенных в два тома. Главная ценность труда заключается в богатстве и художественности выполненных рисунков. Материалы этого труда основаны на фактах, добытых долгим научным исследованием. Издание повествует о быте разных народов мира. Австралия, Африка, Франция, Япония, Америка, Россия. История, культура и традиции таких разных стран собрались всего на нескольких стеллажах. В ходе очередной 36-й сессии ЮНЕСКО, которая проходила в Санкт-Петербурге в 2012 году, Комитет всемирного наследия предложил провозгласить период с 2013 по 2022 года международным десятилетием сближения культур. И поэтому к завершающему уже году этого события мы решили организовать выставку «Палитра планеты». Выставка в музее книги продлится до 15 сентября. Посетить ее можно в часы работы библиотеки Маяковского. Возрастное ограничение 6+. На кордодроме спортивного комплекса «Метеор» в Подмосковном Жуковском состоялось первенство России по авиамодельному спорту. В соревнованиях принял участие экипаж гоночной модели из Сарова. Воспитанники станции юных техников Илья Ганин и Павел Ефимов в упорной борьбе завоевали серебряные медали. Илья Ганин занимается в авиамодельном кружке с пяти лет. Сейчас молодой человек уже в восьмом классе. На последних соревнованиях Илья выступал в качестве пилота. Пилот в авиамодельном спорте управляет моделью, подхватывает ее на взлете, а во время полета удерживает ее на одном уровне. Также пилот следит за тем, чтобы в кругу, по которому летит самолет, не было опасных ситуаций. Реакция нужна очень хорошая. Еще пилоту нужно уметь хорошо бегать, потому что в кругу как раз таки это действие применяется. И еще пилоту надо иногда посматривать на механика во время движения. Тоже очень важное действие. При запуске модели пилоту и механику необходимо работать сообща. На соревнованиях механик должен быстро заводить самолет, ловить его во время приземления, заправлять, технически обслуживать модель, а также помогать пилоту. У экипажа в лице механика Павла Ефимова и его напарника Ильи Ганина на соревнованиях в городе Жуковском случилась внештатная ситуация. Один из валет заводить я не мог. Не хватало рывка, силы. Поэтому трудности-то были. Потом, плюсом у нас засорился бак. Были небольшие неполадки с винтами, с базами посадочными. Старались открыть иглу, то бишь подать больше топлива, чтобы убрать грязь из самих трубочек, из всего, что может засориться. На картодроме спортивного комплекса «Метеор» состоял с первенства России по авиамодельному спорту в классе кордовых гоночных моделей самолетов. Несмотря на неожиданные трудности, с которыми столкнулся экипаж гоночной модели из Сарова, Павел Ефимов и Илья Ганин, в упорной борьбе завоевали серебряные медали первенства России в классе кордовых гоночных моделей. Решением Тренерского совета Федерации авиамодельного спорта России воспитанники станции юных техников вошли в состав сборной команды России в этом классе моделей в категории юниоры. Задача экипажа входит пролететь 100 кругов с двумя промежуточными посадками. И в общее время входит и запуск, и заправка, и полет по этой дистанции. Поэтому все важно, и любая задержка приводит к ухудшению результата. Здесь есть нормативы. Наши ребята сейчас второразрядники, но они уже выполнили первый разряд. Стремимся к большему. Воспитанники станции юных техников уже готовятся к следующим большим соревнованиям по авиамодельному спорту. Первенство области, которое впервые пройдет в Сарове с 13 по 14 августа. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!